В Черкесске прошел вечер памяти, извиняюсь, посвященный заслуженному врачу Карачаева-Черкесии, отличнику здравоохранения России, доктору медицинских наук Мухаммеду Хамзатовичу Айсанову. Жители Карачаева-Черкесии, коллеги, ученики и бывшие пациенты вспоминали народного доктора добрыми словами. Фатима Даурова подробнее. Фотографии любимого всеми доктора встречают посетителей в фойе Республиканской филармонии. Некоторых из них выставочные стенды знакомят с разными периодами жизни Мухаммеда Айсанова, а у других они вызывают самые теплые воспоминания. Воспоминания о нем могут быть только добрыми всегда, потому что человек сам, человек души был, он любил всех. Для него работа важнее была самого себя, и потому, наверное, он не смог сберечь себя, а тысячам людям помог он больным. В этот вечер зал филармонии был заполнен людьми, которые пришли почтить память Мухаммеда Айсанова. Профессиональная дорога известного невролога, врача от Бога, как говорили выступающие, в какой-то определенный момент соприкоснулась с жизненными путями тех, кто в нем нуждался. Будь то в качестве врача-спасителя от недугов, будь то наставника для только начинающих свою карьеру младших коллег по цеху, будь то дружеское плечо или родственные узы. Дмитрий Ильич Сапелкин, заслуженный врач Карачаева-Черкесии, 42 года бок о бок проработал с Мухаммедом Хамзатовичем в республиканской больнице. Это был человек солнца, он всех обогревал, всем было тепло с ним. Мухаммед – это человек, который любил очень русскую культуру. Его любимые песни были «Подолин и Пасгорьем», «Шумит, бушует непогода» и так далее, и так далее. То есть он русский абазин был, Мухаммед сказал. Кроме того, что я скажу, когда надевал халат, надевал колпак, это был император. Я всегда говорил, Мухаммед, ты похож на императора, но сорлинный, ум высокий, душа широкий. Его очень обожал коллектив. Это был врач-профессионал. Выступающие также отмечали высокий профессионализм и огромный вклад, который он внес в развитие медицины Карачаева-Черкесии. Его заслуги отмечены государственными наградами, медицинским научным сообществом. Он запомнился всем, как человек, безумно преданный своей профессии. Каждый раз, когда я к нему обращался, обращался я, естественно, по каким-нибудь проблемам у моих спортсменов. Никогда никакого отказа. И, откровенно говоря, я удивлялся. Он фактически в кабинете у себя никогда не сидел. По коридору бегал от одной палаты к другой. Я считаю, что как доктор Карачаева-Черкесия, очень много потерял с его уходом. Ирина Гербекова, заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии, вспомнила, как делала свои первые шаги в медицине под кураторством Мухаммеда Айсанова. Под куратором моим тогда в районе был как раз Мухаммеда Айсанович. Он был настолько отзывчивый и настолько добрый, он приезжал по каждому, всегда на трубке, всегда отвечает, всегда консультирует, всегда поможет советам. Приезжал с проверками или по каких-то тяжелых войн, что меня всегда освещало, абсолютное отсутствие национализма, такая доброта искренняя в нем и высочайший профессионализм. Мемориальная памятная доска в его честь заслуженно украшает здание Карачаева-Черкесской клинической больницы, где Мухаммед Айсанов проработал не одно десятилетие. Он подарил радость здоровой жизни многим жителям республики и остался в их памяти добрым доктором.